Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Это видео мы записываем для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать седьмую книгу Священного Писания Ветхого Завета, книгу Судей Израилевых. Эту книгу мы читаем в переводе российского библейского общества. Мы помним, что книга Судей посвящена очень сложному времени в жизни израильского народа, когда народ уже вошел в землю обетованную под предводительством Иисуса Новина, и вплоть до того, как было установлено царство, сначала был царь Саул, потом царь Давид, вот между установлением царства, до установления царства и после вхождения в святую землю, период называется период Судей. Израиль был раздроблен на отдельные племена, на отдельные колена, Израиль часто уклонялся в идолопоклонство, Израиль все время находился в сражениях, в конфликтах, в войнах, в соперничестве с тем населением, которое там было до того, с языческими народами. И вот все это, все это очень непростое время описывается в книге Судей. Судья, когда мы говорим это слово, нам представляется человек, который осуществляет вот именно какой-то суд гражданский или уголовный, но это древнееврейское слово означает не только судья, а вождь, полководец, управитель. То есть судьи это были какие-то люди, которые возглавляли или весь народ, или какую-то часть народа, какое-то колено и осуществляли руководство этой частью народа или всем народом и возглавляли сражения с другими народами. Литмотив повествования, как мы сейчас увидим, он такой, когда Израиль верен Богу, когда Израиль живет по тем заповедям, которые Господь дал через пророка Моисея. Бог помогает Израилю, Бог дает Израилю мир, благоденствие, свободу, независимость и победу. Когда Израиль отступается от Бога, забывает заповеди, уклоняется в идолопоклонство, то и Божья помощь оставляет Израиль, и Израиль предается в руки врагов. Ну, давайте почитаем третью главу. «Вот народы, которые Господь оставил в этой стране, чтобы испытать израильтян, не участвовавших в завоевании Ханаана, и лишь затем, чтобы научить военному делу те поколения израильтян, которые не участвовали в завоевании». Как я уже сказал, Израиль постоянно находится в столкновениях с местным населением. А что же это за местное население? Кто эти люди, которые там жили? Кто эти идолопоклонники? И часто люди чрезвычайно безнравственные, жестокие. Кто они? И вот книга Судей дает ответ на этот вопрос. Вот эти народы, перечисляются эти народы. Почему они там находятся? Почему Господь, приведший в святую землю народ еврейский, оставил там этих страшных и жестоких людей? Здесь объясняется. Для того, чтобы испытать Израиль, и для того, чтобы научить это новое поколение израильтян военному делу, они должны пройти через это испытание, они должны научиться воевать, потому что и в будущем им придется неоднократно отстаивать свою независимость. Так вот, что это за народы? Это пять филистимских княжеств. Такое общее название для местного населения, для этих соперников Израиля — филистимлине. Но, тем не менее, филистимлине делятся на разные княжества. Пять филистимских княжеств, а также все Тихононии, Сидонине и Хивии, что живут на Ливанских горах, от горы Бао-Хермон до Левахамата. Эти народы нужны были, чтобы испытать Израиль. Будут ли израильтяне соблюдать повеления, которые Господь дал их предкам через Моисея? Вот автор книги Судия задается этим вопросом. А зачем вообще там нужны эти люди? Почему Господь не мог как-то извести этих людей оттуда, раз Господь отдал эту землю Израиля? Нет, они были там нужны, потому что через это испытание должен был пройти Израиль. И прежде всего это испытание даже не военное, а нравственно. Не уклонится ли Израиль в идолопоклонство? Не забудет ли он истинного Бога, находясь в таком окружении? Живя среди Хананиев, Хетов, Амариев, Перезиев, Хевиев, Еусиев, сыны Израилева, брали их дочерей себе в жены, своих дочерей выдавали замуж за них и стали служить их богам. Нет, не справляется Израиль с этим испытанием. Не может Израиль сохранить верность Богу. Происходит смешение с другими народами, происходят браки, и, конечно, происходит восприятие со стороны Израиля тех традиций, которые были в окружающих народах, тех верований, тех страшных языческих обрядов, которые совершались там местным населением. Начали израильтяне творить дела, ненавистные Господу, забыли Господа своего Бога, служили Ваалом и Ашером. В синодальном переводе написано «служили Ваалом и Астратом». Это наименование божеств, мужского и женского божества, которые особенно почитались местным населением. Все эти народы поклонялись Ваалу. И этот культ Ваалу, он еще долгое время будет где-то рядышком с Израилем. И часто жители Израиля будут уклоняться тоже в почитание Ваалу. И потом мы уже на других страницах, в других книгах Священного Писания столкнемся с тем, что и пророк Илья боролся против этого культа Ваалу, и другие пророки. Это был страшный культ. Ваал, как правило, представлял из себя такого окованного золотом тельца, под которым разводили огонь, а внутри он был пуст. То есть, по сути дела, это была такая огромная печь в виде тельца. И вот вокруг этой печки становились люди, кланялись, как будто эта печь — это и есть бог Ваал. И туда кидали младенцев, которые заживо сгорали. Детские жертвоприношения практиковали те адепты, которые служили Богу Ваалу. И вот этот страшный культ был рядом с Израилем. И Господь велел людям, чтобы не уклоняться, ни в коем случае не участвовать в этих страшных делах. Но люди уклонялись и служили Ваалом и Астратом. Астрата — женское божество. Здесь имеется в виду, во множественном числе написано Ваалом, Астратом, имеется в виду всем языческим божествам. Но все эти культы были вот такие страшные и человеконенавистнические. Господь разгневался на них, то есть на израильтян, которые уклонялись в язычество. Он отдал их в руки Кушан Риштаима, царя Арам Нахараима. Восемь лет израильтяне были под властью Кушан Риштаима. Потом они возвали ко Господу, и Господь послал им Избавителя, который их спас. Это был Отниел, потомок Кеназа, младший брат Калева. Сошел он от Ниела, дух Господа, и Отниел стал вождем Израиля. Он выступил в поход, и Господь отдал в его руки Кушан Риштаима, царя Арама. Отниел победил Кушан Риштаима, и на сорок лет в стране воцарился покой. И вот этот сюжет, Израиль уклоняется от истинной веры, Израиль уклоняется в поклонство и предается в руки врагов, а потом кается, молится, и Господь избавляет Израиль. Вот этот сюжет будет повторяться и повторяться в истории Израиля, и в том числе и на страницах Книги Судей. Восемь лет они были оккупированным народом, под властью своих врагов. Потом Господь воздвиг им вот судью, отниела, как его имя в этом переводе дается, и они покаялись, они обратились к Богу, они взмолились, и Господь избавил их. И сорок лет было время относительного спокойствия, безмятежия и мирной жизни. Затем от нее потомок Кеназа умер. Умер тот судья, который избавил Израиля в тот раз. Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу. И за то, что они творили такие дела, Господь дал Эггону, царю Моава, одолеть Израиль. Призвав на подмогу Аманитян и Амаликитян, Эггон пошел на Израильтян войной и, разбив их, овладел городом Пальм. Прошло сорок лет, сменилось поколение, выросла молодежь, которые стали теперь взрослыми, и они забыли, как опасно уклоняться от Бога, от Его заповедей. И вот эти новые молодые люди не послушались заветов своих родителей, своих бабушек, дедушек, дедов, и снова уклонились в его поклонство. Умер от Ниэл, и вот народ снова оказался во власти захватчиков. 18 лет, в тот раз было 8 лет, в этот раз 18 лет израильтяне были под властью Эггона, царя Маава. А потом воззвали ко Господу. И Господь послал им избавиться, или это был Ихуд, сын Геры из племени Вениамина. У Ихуда была увечная правая рука. Повторяется этот сюжет. Снова люди согрешили, забыли Бога, были преданы за это в руки врагов. И 18 лет новая оккупация. И вызывают они ко Господу. Так же, как когда-то было с их родителями, вот это новое поколение предается в руки врагов. И затем вот когда обстоятельства к этому понуждают, когда скорбь, теснота, вот необходимость выплачивать дань захватчикам, подчиняться их условиям, все это становится настолько невыносимо, что вот тут люди вспоминают о Боге. Господи, избавь нас от рук наших врагов. И Господь откликается на эту молитву. Вот новый судья, Эхуд, Господь послал им избавителя, это был Эхуд, сын Геры из племени Вениамину и Эхуда была вечная правая рука. Израильцяне отправили его зданию к Эглону царя Маава. Эхуд сделал себе обоюд острый кинжал длиной в один гомет, спрятал его на правом бедре под одеждой и явился к Эглону царю Маава зданию. Эглон был очень толст. У него больная правая рука и он был левшой, как ясно из некоторых переводов. Еще есть рукописи, которые очень интересное слово дают, что он был амбидекстра. Амбидекстра это человек, у которого одинаково развиты две руки правая и левая. Одинаково хорошо такой человек владеет. И правая и левая рука он не правша и не левша, а вот у него одинаково руки развиты. Но так или иначе вот этот Эхуд хорошо владел левой рукой. И он сделал себе кинжал короткий длиной в один гумет. Это коротенький кинжал, его легко спрятать. И он обоюдоострый, то есть заточенный с двух сторон лезвие этого кинжала. И спрятал его на правом бедре под одеждой. Обычно оружие носили на левом бедре, чтобы правой рукой выхватить и сражаться. На правом бедре никто не носил оружие. И поэтому вот этот коротенький кинжал на правом бедре никто не заметил, когда он прошел к своему врагу, к предводителю врагов. И вот Эхуд явился к Агону, царю Маава. Эгон был очень толст, был такой объемный царь, большой. Вот, и Эхуд преподнес ему дань. А потом он отпустил своих людей, которые эту дань принесли. Сам, повернув назад у гильгальских истуканов, снова пришел к Агону и сказал, царь, у меня к тебе тайное поручение. Я хочу с тобой поговорить один на один. Тихо, сказал Эгон, и все его приближенные вышли. Может быть, он хочет обсудить там какое-нибудь предательство, может быть, он хочет обсудить какие-то новые условия. Вот, и Эгон согласился. Хорошо, пусть все выйдут, мы с тобой поговорим один на один. Ихут поднялся в собственный покой Эгона в его комнату на втором этаже и сказал, у меня к тебе поручение от Бога. Тогда Эгон встал. И тогда Эхут левой рукой выхватил кинжал, что был спрятан на него на правом боку и вмодил Эгону в живот и вогнал вместе с рукояткой. Клинок целиком ушел в жир. Ихут не стал вытаскивать кинжал. Вот такие подробности передаются в книге Судей. Это показывает, что это действительно историческое событие. Вот эти все подробности, они врезались в память и остались в истории и вот запечатлены в этой книге Судей. Никто другой не смог бы это сделать. Но Эгон левой рукой с правого бока выхватил этот кинжал и убил предводителя. Очень смелый поступок, коварный, хитрый, но по тем временам это, конечно, был подвиг. И вот мы читаем, что Господь, когда израильтяне молились, когда обращались к Нему, спасал Израиль. Но вот это спасение от Бога, оно осуществляется в синергии. И мы тоже, когда к Богу обращаемся, Господи, спаси, помоги, помилуй, то эта молитва требует и от нас тоже некоторого подвига, некоторого действия. Бог не может спасти нас помимо нашей воли. Человек тоже что-то должен сделать для этого. Ихуд, мы здесь видим, совершаем подвиг, он очень смело проходит прямо в самое логово врагов, встречается с царем, убивает этого царя врагов. И так и здесь человек что-то должен сделать, какой-то подвиг совершить. Вот Закхей, начальник мытарей из Евангелия, он, не боясь насмешек, поднялся на дерево, чтобы увидеть Господа Иисуса Христа. И вот святые отцы говорят, что на несколько метров он поднялся от земли и само небо спустилось к нему, вошел в его дом, потому что сам Господь Иисус Христос увидел его, пришел к нему, сказал Закей, слезь с дерева, сегодня я буду у тебя дома обедать. Но вот это человеческое действие, оно очень важно. Если мы хотим, чтобы Господь спас, помиловал, чтобы Божья благодать присутствовала в нашей жизни, то мы должны тоже что-то делать, какой-то подвиг для этого совершать, как-то стремиться. Если мы делаем один шаг навстречу Богу, то Бог делает множество шагов навстречу нам. Вот израильтяне взмолились, Господь послал им Ихуда, но Ихуд не бездействует. Эта помощь Божия оказывается через смелые и решительные поступки людей. Ихуд убил, соответственно, Эггона, вражеского царя, и выбрался через глаз, выбрался через боковой ход, а дверь комнаты закрыл, запер. Как только Ихуд ушел, вернулись приближенные Гуана. Увидев, что дверь заперта, они решили, что Ихладыка исправляет нужду у себя в комнате. Долго ждали они, но царь не открывал. Тогда они принесли ключ, отперли и увидели, Ихладыка лежит на полу мертвый. А Ихуд, пока не мешкали, успел скрыться. Он миновал гильгальских истуканов и бежал в Сейру. Придя в горы Ефрема, Ихуд протрубил в рог и спустился с гор, уже во главе войска израильтян. Скорее за мной, говорил Ихуд, Господь отдал ваших врагов, маавитян, вам в руки. Израильтяне во главе с Ихудом спустились с гор, преградили маавитянам путь, захватив броды через Иордан. Никому из врагов не удалось уйти на ту сторону. Они перебили тогда десять тысяч маавитян, людей, дородных, настоящих воинов. Ни один не спасся. В тот день израильтяне взяли верх над маавом и на восемьдесят лет в стране воцарился покой. Сначала восемь лет оккупация и сорок лет мира. Потом опять забыли Израиль, Бога, восемнадцать лет оккупация и подвиг Ихуда, вот этот его доблестный поступок. Соответственно, враги были совершенно деморализованы, когда обнаружили, что их царь убит. И вот такая удивительная победа. И восемьдесят лет мира, восемьдесят лет без мятежа. Два поколения жили после этого в мире и спокойствии. Вот об этом рассказывает нам третья глава книги Судей. Мы читали эту главу в переводе российского библейского общества. для библейского портала Экзегет. Библейского 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 библейского